В православном календаре несколько дней посвящено Иверской иконе Пресвятой Богородицы. Один из праздников преподает на 26 октября. Иверская икона относится к числу самых великих христианских реликвий, которые сохранились до нашего времени. Ее называют чудотворной. Считается, что икону написал автор одного из четырех Евангелий – Лука. На ней изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал хранится в Греции, в Иверском монастыре на Афоне. Старинное предание гласит, после обретения икону несколько раз заносили внутрь, однако на утро она каждый раз вновь оказывалась у ворот монастыря. Отсюда второе название Иверской – Вратарница или Превратница. И сегодня иконе не случайно отводят место в прихожей неподалеку от входа. Считается, что она не пускает в дом злых, завистливых, жадных людей и оберегает спокойствие домашнего очага. Также люди верят, Иверская икона Богородицы избавляет семью от различных бед, дарит мир и согласие. Утешает в сложную минуту и помогает принять правильное решение. У нее просят защиты от пожара и плодородия для земли. Образу Девы Марии с младенцем молятся об исцелении от различных болезней. В старину в этот день, 26 октября, было принято очищать не только дух, но и тело. Ходить неумытым и в грязной одежде означало обрекать себя на частые болезни зимой. Наши предки обязательно парились в бане, используя разные травяные настои. В парилку непременно приводили людей больных эпилепсией, чтобы изгнать из них недуг. Считалось неправильным мыться в одиночку или после захода солнца поздно ночью. В день Иверской иконы нельзя ругаться, сквернословить и желать кому-то зла, заниматься работой по дому и рукоделием. Нежелательно начинать новые дела и заводить знакомства. В народном календаре с Иверской связано немало примет. Наши предки заметили, если утром 26 октября петухи запели рано, вскоре потеплеет. Солнце во время восхода скрыто за тучами, погода будет переменчивой. А если облака быстро бегут по небу с южной стороны, в ближайшее время стоит ждать ненастья. Новости телеканала Луч.